Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Александра Черно набросилась с кулаками на Иосифа Аганесяна, произошла потасовка. Причиной драки стало то, что Иосиф собрался на свидание с Александрой Шевой. В сети появились слухи о том, что Черно, будучи еще на поляне, чуть было не свела счеты с жизнью. После того, как она увидела на экране, как Марго Овсяникова заигрывает с Иосифом Аганесяном, она начала истерить. Рыдающая девушка закрылась в ванной, разбила зеркало и едва не вскрыла себе вены. К счастью, эта попытка суицида не удалась. Наталья Варвина призывает своих подписчиков не верить слухам об изгнании ее мужа с поста продюсера Дома-2. Это выглядит очень странным, ведь даже бывшая жена Михайловского говорит об его уходе. После отъезда на Сейшелы Артема Жукова Татьяна Графова впала в депрессию. Девушка говорит, что он ее лучший друг на проекте и надеется, что ведущие отправят ее к Артему на остров. Посмотрев недавний эфир, зрители остались в шоке от Оли Рапунцель. Беременная участница закатила истерику. Она потеряла над собой контроль и выкрикивала в адрес Кирилла Щетинина оскорбление, ругательство и едва ли не проклятие. Она кричала ему вслед, что он колхозник и вонючая деревенщина. Тем самым Рапунцель оскорбила и тех зрителей, которые живут в деревнях и селах. Лилия Четрару и Сергей Захарьяш решили ввести общий бюджет и делить все расходы пополам. Они надеются, что так в их паре будет гармония. Виталий Альпирович опубликовал фото с расцарапанным лицом. Правда, с какой из девушек у него произошел конфликт, он пока не рассказал. Юлия Ефременкова с Сергеем Кучеровым через неделю летят на Остров Любви. Юлия будет работать ведущей, а потом они покинут Дом 2. Если ведущая из Юлии не получится, то они все равно уйдут с проекта, чтобы двигаться дальше. Ольга Бузова заинтриговала снимком с новым избранником. Лицо парня не очень хорошо, но заметно, что он гораздо моложе Бузовой и внешне чем-то похож на внука Аллы Пугачевой. Стало известно, что объединяет Бузову с Григорием Лепсом. Она решила перейти под крыло его продюсерского центра, пока все находится на стадии переговоров. Свежее фото Валерии Фрост напугало поклонников. Лера стала настолько худой, что ей уже недалеко до анорексии. Саша Задойнов ответил на обвинение Элины Камерен. Как вы помните, она подает в суд на Задойнова, потому что он не платит алименты. Он хочет переговорить с мамой своей дочери и все решить. Он подтверждает, что последние два месяца ничего не платил, потому что у него проблемы с финансами. Сашу я очень люблю, говорит он, хоть и давно ее не видел. У меня сейчас финансовые трудности, но в дальнейшем я обязательно все исправлю. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.